всем привет это все у меня здесь ништяки на тракторах на оба лежат но некоторые из них надо доработать пары не пришли разобрал редуктора игрушки всякие наточки вот нашел короче вот из этой бочки надо сделать редуктор шестеренки я нашел все здесь уже вверх сделал осталось заклеился низ который есть вот такой вентилятор будет как он показатель трактор спортивный пока это еще детальки и какой-то разбросанный мусор честно говоря будем заниматься дрель у меня вон валяется расскажу суть дела ездил на металлоприемку сегодня взял одну железку ну и что-то мне на глаза попался разломали там лежала какая-то смазка думал провода с него порчат посмотрел разломанная он отогнул смотрю там моторчик думал моторчик для чего не пригодится вот пришел домой тут молодой посмотрю час оказывается мельница для специй какая-то была видимо в ней вот этот редуктор ок но его спилил вот эту часть нужную свою часть которым не было белым предел но это естественно надо было как то починить не стал выдергивать какие-то контакты они думаю локнут совсем крышечка мне это разве разлетится тоже так же вы вырезал белую вас маску ставим сюда мотор у меня будет как целая заглушка такая вот сейчас подклеим минтиком подклеил сходил обработал круг вот этот болгарочкой тут естественно еще болтики были я не знал думал на клею пределами они конца вон там есть отверстие и вот с этой стороны то есть откручивать доставать весь редуктор и в ту сторону 60 отвертка залазит да и не здесь вот эти болтики были маленькие болтики с этой стороны закручивались так что я их остатки до ломал нашел выкрутил перевернул обратной стороной стороной клей посадил чтобы болтики закрутить с этой стороны уже будут полки сделал отверстие собирать ставят туда моторчик плюс-минус сейчас проводки вы вывести как говорится сейчас буду думать здесь что придумать чтобы где провода будет торчать сбоку ли вы здесь еще такой включатель для чем-нибудь остался пригодится здесь еще кнопка какая-то у меня есть была на нем а этот родной редуктор что-то все развалилось и он работает наверное от батарейки мне надо чтобы он от прикуриватель работал но у него вот у этого моторчика тоже 6 вольт ну 6 вольт прикуриватель мы сможем сделать полторы полторы принципе можем тоже потом но сейчас его тоже отремонтировал тут заклеил не знаю будет работать нет работал он от солнечной батареи которая ну такая маленькая панелька солнечной батареи так что как-то так сейчас мы его собираем проверить вот нечем лежит он шуруповерт но у него 18 вольт он как бешеный тут и круче его проверить нечем так по итогу получается чинил я оба редуктора вот разгоняется уже заработал можно и тот и тот но этот шумит больше мы в тракторе там позже был будет на мягкой тряски его ничего не случится это какой-то так что у нас тут получилось так что у нас тут Продолжение следует... Ну, будем думать, что... Так, 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 так... Полтора вулкара. Не надо, как я... Срава вулкарный. Сильно-быстро. Не должен вот так медленно крутиться. Будем еще думать, что здесь можно будет придумать. Ну, обратно работает, но здесь не надо. Пока что остается так. Там будем еще думать, что он еще медленно крутится. Пока на этом остается. Всем привет! 13 марта. Опять я забрался сюда, сзади Уралвагон. Вот такое место. Расчистил там площадку. Надо сейчас отсюда всю территорию почистить и вывезти сюда. Что не влезет вон в тот угол. Погнали работать. Сказали, что за два часа сделал. Ну, не знаю, посмотрим. Будем работать. Прекрасный денек. Солнышко. Ну, сегодня прохладно было. Минус 11, наверное. Минус 15. Трактор с трудом что-то завелся. Не знаю почему. Может, долго стоял. Из-за этого. С завтрашнего дня ноль и там уже плюс начинается днем. Ночью еще будет минус пять. Днем плюс два. Ноль. Плюс пять. Дальше куда? Должно быстро растаять, мне кажется. Ну, и вроде как дождик еще маленько обещает. Да, что-то снега много получается тут. Половину почистил, уже вывез половину. А тут свежий лежит и он в ковш набирается и мало его. Пусть приходится делать кучку. Ну, знаете, как снежок, да? Столкал он там, уприсывался более-менее и уже вывозить. Готово ездишь, как говорится, с пустым ковшом. Здесь куча офигенная, здоровая получается. Здесь, конечно, соответственно уменьшается. Уже два часа я вожу, еще половина участка не сделала. Ну, потому что возить далековато. И был бы ровно, а то она трясет, набираешь скопс. Трясет она, ну, медленнее делаешь скорость, чтобы не рассыпалась по дороге. Чтоб смысл какой-то был. Было бы ровно, конечно, чуть побыстрее бы делалось. Возить. Можно было бы, конечно, через забор, а он чуть-чуть высоковат и, получается, там уже куча лежи. Вот эти комки, если я буду кидать через забор, они ударяются об этот склон и катятся сюда вот, ну, туда вот на забор. И чтоб не понять забор, приходится возить. Ну, вот, чтобы вы понимали, вот он забор. Видите, склон, если я кидаю сюда, большие комки катятся и бым, забор можно помять. Вот так куча здоровенная. Вон, новые локомотивы выгнали. Красивые. Прошел еще часик. Кучи нету, но поскольку возить далеко, и у меня еще часик есть, то есть четвертый час. Машина стоит, да он на машину залез. В общем, мне разрешили к тому забору сталкать, то есть сейчас еще времени не есть. Три часа я уже отработал, и за часик, я думаю, сейчас у нас толкает. Сантиметров 50-60 слой снега. Ну, куча, я думаю, будет здоровенная. Тут не езина оказывается, тут снегу побольше. Надо будет к ним в гости заехать. Вот еще, друзья, какая фишка есть у погрузчика. Вот я снег толкаю, просто сейчас вспомню. Я работаю как бульдозер, то есть я вот кучу взял, и дальше от меня эффекта нету вообще никакого. Вон там погрузчик работал, сейчас расскажу. То есть вот этот ковшик, он идет, толкаю, толкаю, все остальное у меня туда-сюда летит, трактор напрягу дает. В итоге я приезжаю на место. Ну, естественно, нагрузка на двигатель, на коробку, на все остальное. Я приезжаю, я только вот этот ковшик толкаю вот сюда, да, сколько я проехал, метров 30. То есть у меня перерасход солярки на двигатель нагрузка, на мосты, на коробку. Но у снега такая фишка, да, ты его раздвигаешь, и он между собой перетирается, он становится меньше, ну, как снежок делается. Вот, а вот погрузчик работает, он толкает щебень наверх, как бульдозер. Вот у него ошибочка немножко, то есть ему вообще сделать. То есть он толкает, в итоге он туда на кучу привез тот же ковшик. Но он еще на бугор лезет, да, легче же взять. То есть он на бугор приехал, и тот же ковшик он туда притолкал, да. Тоже метров 30-50, да, надо ему толкать. Вот он, видите, велась. Сейчас я его поближе возьму. Вот, нагрузка какая, тем более там и вес другой, то есть у щебня. То есть ему проще взял, привез на кучу, вывалил. Во-первых, это легче, экономия солярки и нагрузка на мосты, и на коробку, и на двигатель меньше ее. Так что пользуйтесь. А эффект от того, что визуально он работает и толкает, ну, у него больше, конечно, эффекта. Чем ты взял вот так ковшик, увез, да, за 30 метров, ну, долго якобы возил. А так он целый день вроде ее ложит, ну, и вроде как работает. На самом деле эффекта от такой работы мало. То есть надо взять ковшик, на кучу привез, высыпал. Тебе легче на колесах вести, чем вот так, ну, толкать. Ну, а поскольку я отмазался снегом... Сейчас я покажу. Вот свежий снег я взял, ковшичек. Нагребаю его, да. А вон, у него даже упора нет. Видите, я сейчас, смотрите, набираю ковшику. Ну, и что я, ковша только набрал. А когда вот в куче он лежит, я нагребаю. То есть у меня ковшик в ковше лежит, и куча еще... То есть второй ковш сверху. Конечно, вот так вот возить для меня, это выходит дешевле. То есть экономия по солярке, ну, и по всем остальным экономиям. Ну, а как смотрим, эффект-то потом, ну, здесь от меня, так сказать. Никакого визуального, что я здесь якобы не работаю. Ну, блин, люди же смотрят, допустим, в камеру или что. Ну, и ковшичек взял и повез. То есть ничего не делает. Так что приходится вот так работать. Взелозишь туда-сюда, вот эти делаешь. Ну, естественно, снег тут как-то сплотняется. Думаю, нормально объяснил. Думаю, должны все понять. Поэтому я и не люблю трактор Bulldoiser. То есть он снимает вот так вот, тащит. У него вот так в этом закручивается, по бокам вылазит. Нагрузка большая. Он даже, тоже бы сказал, видите, колесо буксует. А от меня эффект, ну, я считаю, 20% эффект. От Bulldoiser. От этого тоже получается как-то 20%. Ну, мне легче толкать. Когда вот так набрал и увез. Ну, вот так вот я, получается, больше половины я вывез. И одна третья вот этого участка. Сейчас вот нормально сделаю. Вот. Одна третья вот этого участка. Получилась вот такая, получается. А здесь я, получается, 50 на 100 метров, наверное, участка. У нас они будут ангар ставить 40 на 100. Здесь вот так вот. Вот так вот получилось. То есть снега много. Я где-то вот отсюда взял. Ну, если на три части поделить, я вот отсюда. Вот и сюда, а оттуда свозил в Кекуч. Все, я здесь закончил. Все, я жду Михаила Алексеевича. Ну, все. Не по домам. В общем, я закончил объект. И тут приезжает заказчик. И тут вам поучительная история. Значит, вот эту кучу, которую я сгреб сюда на территории, она вот так вот. Вот пыль как раз нормально. Она вот так лежит. Я вам шагами посчитал. Говорит, блин, у меня вот здесь должна быть столбики стоять. Говорит, срежь мне вот так пол кучи, ну, два метра. Убери ее. Я говорю, блин, я что-то устал. Надо эту кучу, которую вот на территории, возить аж туда, ну, на выезд, короче. Вот давай я через забор. Ну, кидай. Я начал. Один раз взял, кинул. Второй раз смотрю, тракторист что-то там машет этот, который я снимал. Вот его видели там на бугру. Ездил там. Смотрю, он вылазит, что-то машет. Потом достал телефон. Давай снимай. Видео. Я понял, что туда сыпать нельзя. А перед этим мы зашли с той стороны. Ну, раз там снег лежит, ну, территория не огорожена. Снег кто-то валил. Ну, вроде я знаю, что территория ничья. А я знаю, что рядышком, где вот этот трактор работает, это моего друга территория. Аааа, Саши, ну, посмотрел, значит, думаю, дальше нет никого. Ну, значит, это, как, территория ничья раз. И, и, и хозяин тоже не знает, ничья. Говорит, я вроде, говорит, ничья. Ну, я думаю, ну, тут осталось шесть кофточков. Туда кину, вот эту кучку поравняю. И, как бы, домой смотрю. Тракторист снимает видео. Сейчас я вам включу это видео. Вот этот хуй сыпает, блядь, снег сюда, к нам. На тракторе, на GSB или чё ли там. Там ещё какой-то человек к нахуй ездит. Вот там у него номер, по-моему. Вот, вот этот тракторёшка сыпает к нам. А тот попиздил с хозяинами чё ли. Вот. Короче, я подъехал, сказал им, куда нахуй сыпаете. Сразу съебалися куда-то. О, сыпает. На другую сторону у нас. Супьё там. Ну, вот. Вон он. На той машине вот нет. То ли, то ли, то ли, то ли. Короче, вот стоит. Вон она. А тот внизу угла выбежал, в конце забора. Ну, копчик успел, сука, падал, свалить. Ну, всё. Не пишите только дневных комментариев, каждый может на это попасть. Я, к чему вот этот, как бы, поучительный ролик. То, что, когда ты работаешь, обязательно спросите у заказчика, можно ли куда-то сыпать или ещё что-то. Поскольку я уже много лет работаю, я сразу спросил у Михаила, говорю, куда можно валить. Он говорит, ну, тут вроде нет, тут забора вроде кто-то валит. Я тут смотрел, ну, так же, как и я, короче. Подумали. Ну, раз он мне сказал, вали туда, ну, значит, не вопрос, без проблем, короче, куда скажешь туда это. Но, когда парень меня поснимал, то есть все меня здесь в округе знают и все сразу идут ко мне. Ну, то есть я вот в одном месте тоже где-то работал, попросили, я столкал. Потом приходит сосед, ты что мне навалил, вытаскивай обратно. Я говорю, ну, плати деньги, я буду у вас между соседями, вы мне деньги платите, я буду друг на другу вам в сторону кидать. Вот. Ну, и тут получилось так, что в итоге снимали-то меня и я там был, раз меня знают, значит, все шишки на меня. Ну, я сразу позвонил Саше, мы поржали. Там, грудай, да, чай попьем до 178. В общем, говорит, да, мне, говорит, тракторист прислал видео, говорит, какие-то чуваки там снег кидают. Я посмотрел, тоже поржали. Ну, в общем, перед тем, как начать работу, у заказчика спрашиваете, можно ли куда или туда или сюда валить, либо что-то делать лишнюю какую-то за территорией, куда что сделать, то есть на заказчика. Заказчик будет разбираться с тем уже, кто непосредственно, допустим, будет конфликтовать, чтобы отвести от себя, так сказать, ну, ненужный разговор. Вот. А трактористу респект за бдительность, пусть начальник ставит ему коньячку. Молодец. Ну, а что, раз он кучу делает, соответственно, Саше позвонил, он говорит, да, он у меня бдит. Так что, трактористу коньяк за правильный подход к делу. Ну, а что делать?